всем добрый день на канале вязание тангелина и зимок сегодня хочу показать шаль который мы с вами уже как-то вязали но с применением двух цветов и второй цвет я хотела показать очень часто у нас бывает что остается к это меланжевая пряжа которая допустим такая секционного окрашивания и не знаешь куда ее можно применить и вот сегодня предлагает такого применения основу вяжем самую простую раз два три 4 5 вязать начинаем белого цвета либо кого-то светленького 1 2 3 вяжем наши боковые группы которые всегда во всех шалях есть столбик с накидом 1 столбик с накидом 2 это у нас уже 3 2 воздушные и еще нужно связать 4 раза так по 3 столбика и 2 воздушные петли между ними 2 3 2 воздушная пряжа взяла хлопок хотя если будет какой-то тонкий мохер это тоненькая пряжа будет тоже очень красиво но так как у нас впереди лета я подумал может быть таким узором красиво связать бактус шейный платок на лето и будет очень очень красиво мы связали нашу основу вытягиваем ниточку чтобы она у нас не потерялась таким образом и начинаем вязать ниточку контрастного цвета пропускаем пока что 1 1 группу из 3 столбиков и вот где у нас вторая группа в центр между вторым и третьим столбик без накидом 1 2 3 столбик без накида 4 воздушные 1 2 3 4 и опять между столбиками вот первым и вторым столбик без накида 1 2 3 и столбик без накида вот такой узор с вами провязали ниточку вот так вот откладываем продолжаем белым цветом разворачиваем вязание в первый столбик столбик соединительный во второй столбик столбик соединительный а вот арочку столбик без накида 1 2 3 это у нас уже пошли столбики боковые 1 2 3 2 воздушные прокладываем ниточку таким образом и с ней провязываем 1 2 3 до нас изнаночная сторона там где у нас столбики 1 2 3 мы их не вяжем а вяжем в центр там где у нас арочка один шар достаточно простая из трех столбиков как вы сказали бабушкин квадрата 1 2 3 2 воздушные и три столбика и три столбика то есть очень очень просто вся идея это в цветной ниточки опять мы пропускаем три столбика и в центральной вяжем 1 2 3 2 воздушные три столбик 1 2 3 ниточку вытянули забыли про нее теперь у нас вот она ниточка есть наша красивая такая между вторым и третьим столбика между вторым и третьим столбиком мы ее запускаем 1 1 столбик без накида 3 воздушные 1 2 3 между вторым столбиком и третьим столбик без накида там где арочка 1 2 3 4 между первым и вторым столбик без накида 1 2 3 между вторым и третьим столбик без накида а здесь где воздушные петельки 4 воздушные раз два три четыре между столбиками провязываем столбик без накида 3 воздушные вот видите ниточка меняется и уже шаль будет играть интересно за счет вот этой перемены цвета красивой 1 2 3 4 1 1 2 3 и 2 получается вот так достаточно интересно еще смена цвета у нас идет оставляем вязание берем белую ниточку и как прошлый раз мы с вами делали переворачиваем вязание столбиком переходим там где у нас парочка и провязываем 1 2 3 1 2 3 столбика 2 воздушные и еще три столбика 1 2 1 2 3 идем дальше там где столбики мы с вами не вяжем мы их пропускаем делаем 2 воздушные а там где между группа вот три столбика три столбика вот в это пространство вяжем три столбика 1 2 3 и опять три столбика пропускаем в центр центр мы вяжем две группы из трех столбиков 1 2 3 2 воздушные еще три столбика 1 2 3 2 воздушные 3 столбика пропускаем и там где арочка провязываем 1 2 то есть мы вяжем три столбика между тремя столбиками вот они у нас получаются три столбик и в центре вяжем двойные три столбика и по бокам с краешку так скажем 1 2 2 воздушные и в самый конец и опять вяжем сдвоенные три столбика самом начале в самом конце и в центре как обычно шали две воздушные еще столбик 1 2 3 вытягиваем ниточку то есть наша задача три столбика как мы с вами вязали так и вяжется а вот между столбиками между мы провязываем цветной ниточкой прокладываем и в этом и получается наша красота причем от во второе мы вкалываем столбик без накида разворачиваем воздушная петля и в это же место вкалываем столбик без накида и находим место еще так так 3 воздушные тезы был раз два три между последним столбиком столбик без накида там где арочка вяжем 4 воздушных раз два три четыре столбики вяжем между столбиками столбик без накида 1 2 3 и столбик без накида парочка раз два три четыре воздушные между столбиками столбик без накида 123 столбик без накида 1 2 3 4 над арочкой провязываем 4 столбик без накида 1 2 3 то есть тот ряд те цветной ниточкой мы вяжем либо ты воздушные вот они у нас либо 4 1 2 3 4 между столбиками провязываем столбик без накида 1 2 3 столбик без накида 1 2 3 4 и первую группу из 2 мы провязываем последнюю нет 1 2 3 столбик без накида и ниточку вытаскиваем меняем на белый цвет соединительными столбиками переходим в самое начало провязываем 1 2 3 и еще боковая группа 3 столбика 2 воздушные 3 столбик 1 2 3 а конец вязание вязание получается всегда достаточно симпатичным интересным конце вязания у сколько-то рядов и связали красоту такую получили абсолютно любого цвета и вязание можно всегда сделать оставить обвязка вас из воздушных петелечек это будет очень красиво это будет не что не необычно боковая группа у нас провязана 2 воздушные петли не забываем все красную ниточку уберу чтобы она мне не мешалось и смотрим вот наши три столбика значит между ними мы вяжем три столбика 1 2 3 2 воздушные петельки 1 2 и опять три столбика пропускаем тут прям видно куда надо вязать не нужно ничего придумывать мы вяжем между между нас три столбика значит между в это пространство там где у нас воздушные арочки вот за воздушные арочки мы вяжем три столбика и вот мы с вами начинаем новый ряд связали боковую руку две воздушные петельки ниточку убираем чтобы красно нам ними и ищем вот три столбика ты в пространство между тремя столбиками вяжем три столбика легко запомнить сложно запутаться весь узор состоит из трех столбиков две воздушные петельки и опять три столбика и ты между ними вяжем один два три раз два если меланж подобрать интересных оттенков шаль получится необыкновенно красивая именно за счет смены контрастного цвета даже вы ниточки бывает очень красивый раз-два по центру как вначале мы вяжем две группы из трех столбиков не забываем две воздушные петли вязать и между тремя столбиками мы вяжем три столбика потому что переход меланжевых не так бывает очень нежные очень красивые если их подобрать в чем вообще идея этого узора это именно вплетение меланжевой пряжи который будет оттенять белую любую другую которая вам нравится две воздушные петли и завершаем вязание всегда мы белым цветом то есть у нас будет белое такое основание две воздушные которые красиво всегда нежно смотрятся три столбика то есть идея этой простой решали введение контрастной пряжи которая всегда очень красиво интересно смотрится и мы начинаем вязание вот группа из трех столбиков между первым и вторым вводим крючок провязываем столбик без накида разворачиваем вязание и провязываем столбик без накида 3 воздушные 1 2 3 между первым и вторым столбиком столбик без накида 1 2 3 4 воздушные петли мы вяжем над арочками а между столбиками столбик без накида и 1 2 3 воздушные эти 24 и как я еще говорила проговариваю можете хотела сказать что заканчивать вязание будет очень красиво именно воздушными петельками 1 3 как завершающий ряд просто обвязка воздушными ниточками цветными это будет очень красиво 3 4 и что столбиками столбик без накида 1 2 3 столбик без накида и 4 раз 2 3 4 над арочками столбик без накида 1 2 3 именно контрастные ниточки 1 2 3 4 придают яркости необычности этой шаре 1 2 3 2 3 4 как раз а белые столбики просто 3 столбика как самый простейший узор который только можно придумать три столбика три столбика но в этом узоре 1 2 3 4 даже не понятно как это вяжется просто красиво 1 2 3 мы узор с вами такой как-то разбирали давненько я решила его повторить если мы завершаем вязание 1 2 3 просто мы до конца вяжем и делаем до конца такую обвязку которая красиво красиво всегда будет смотреться из двух сторон красиво она смотрится такая вот идея для шали может кто-то забыл может кто-то не знал кому-то я напомнила для кого-то это впервые но надеюсь узор понравится он на самом деле очень интересный я надеюсь что идея такая достаточно симпатичная мне кажется она стоит того чтобы взять себе на вооружение в копилочку и используя какие-то цветные ниточки связать это очень очень красиво огромное спасибо если досмотрели ролик до конца надеюсь видео будет вам полезным и вы свяжите такую красоту для себя родных и близких на подарочек подписываемся на яндекс цен youtube youtube телеграм и вяжем вместе со мной до новых встреч пока пока